Омнамо Бхагавате Васудевая Бхагавадгита, как она есть? Глава 18, текст 48, совершенство отречения. Восемнадцатая глава представляет собой обобщение Бхагавадгиты. Все уже рассказано было в предыдущих главах, текстах. Суть Бхагавадгиты была изложена еще в двенадцатой главе. Далее просто идут более подробные какие-то моменты. Да, 18 глава все это обобщает. Суммирует. Очень важно это понимать, как вывод погрудит. В этой главе ничего не найдем. Ничего не найдем об исторических событиях того времени. На второй главе, первой главе, напоминается обстоятельство. Откуда это вообще? Взялся вопрос, эта тема раскрыта. Обстоятельства. Обстоятельства материального существования. Если задуматься внимательно, немножко опыта, немножко наблюдения, мы все окажемся в этих обстоятельствах. Это вопрос осознания фактов. Возможно, сейчас нет Курукшетры, нет Дуретханы, нет Шакуни, нет такого лица старенного зла, мы не различаем эти вещи. Мы не знаем, откуда сложности приходят сегодня в мире. Сегодня люди не знают, не знают, что приходят сложности. Но откуда они приходят в сложности? Мы же столько всего сделали, столько всего познали, столько изучили, столько подготовили, но откуда эти сложности приходят? Здесь описывается все то же самое, что и сегодня, только сегодня это в скрытой форме происходит. Есть скрытые Шакуни, скрытые Дуретханы, скрытые другие. Все смешано, все завуалировано ситуация. И Арджуна тоже попал в такую ситуацию, что не мог различить, где добро, где зло. Что же делать? Если речь идет о деятельности, то деятельность должна быть направлена в верное русло, безошибочно. Любой цивилизованный человек знает, что ошибки делать не надо в жизни, тем более серьезные. Серьезные последствия. Ладно, маленькие ошибки, ничего, случается, мы несовершенные, мы как-то так ошибаемся в жизни, чуть ли не на каждом шагу, но это можно поправить. Есть культура ведическая, есть здания, есть специальные предписания вед, как поддерживать чистоту в обществе, порядок, даже если мы в чем-то ошибаемся. Но серьезные ошибки Арджуна сказала, нет, я, Аркришна, я не берусь сейчас за свое дело. Я не могу взяться за оружие. Если воины предстоит в сражении, это будет серьезной ошибкой. Почему? Он уничтожил лучших людей. А что бы не делать без них? Лучшие люди, те, кто поддерживает религиозные традиции. Самые чистые, самые возвышенные традиции в обществе людей. Если таких людей нет, нет и традиций. Арджуна была беспокоена. Он сказал, будет то-то, то-то и то-то. Я вижу, какие-то последствия. Сначала падает дхарма, затем воцаряется безверие, автоматически, следом за этим. Третий шаг. Женщины становятся лиходоступными. Четвертый шаг. Рождается плохое потомство. Именно это потомство низвергает все общество в ад. Вот, что будет, Кришна. Если мы сейчас уничтожим этих ариев. Это была не просто война, это была опустошительная война предстояла. Все воины практически погибли на Куракши. Что же скажет Кришна? Ну, сегодня тоже мы знаем, много есть аналитиков, очень разумных людей, которые изучают историю, психологию, геополитические отношения, там все, столько наук. Да, и они тоже предсказывают, что ничего хорошего нам не предстоит испытать в нашей жизни. Ничего хорошего. Впереди только проблемы. Упадок, разрушение, нравственности, экономики, религии, в политике, везде проникает безверие. Во всем мире женщины становятся легкодоступными. Дети рождаются непонятно какими. Мы не знаем, что нас ожидает. Тоже самая тема. Итак, Аджуна говорит, я не знаю, что делать. Соражаться при таких обстоятельствах я не решаюсь. Не отвечаю за последствия. Теперь я вручаю тебе свою душу, душу и тело. Научение. Ты же Бхагаван. Если эта ситуация сложилась по твоей же воле, ты должен знать, что делать. Ты единственный, кто знает, что делать. Из любой самой трудной ситуации ты можешь вывести человека. Аджуна знает это, потом вращается к Кришне. Прупада объясняет, что человек должен учиться у Бога. Исключительно. Если мы чему-то учимся, мы должны учиться только у Бога. Как Арджуна бросился к Богу непосредственно, лицом к лицам. Кришна увлек Арджуну от этих обстоятельств, стал говорить ему, наука о душе. Бхагавад-гита это наука о душе. Видите, это очень обобщенное знание, то есть над философией, над мирное знание, над обычной мудростью человека. Нам требуется много знаний в жизни, житейских также знаний, нужно иметь какую-то мудрость, как в семье отношения, как традиции поддерживать, как воспитывать, как обучать, как создавать культуру, как быть с врагами, как с друзьями поддерживать отношения. Житейской мудрости тоже много. Об этом Кришна ни слова не говорит, Бхагавад-гите. Над всем этим Бхагавад-гита располагается, над всем этим. Как солнце, над всеми этими слоями, под которыми мы находимся, тучи, облака, туманы, атмосферы, все что угодно. Солнце над всем этим сияет свободно. Это Бхагавад-гита. Нужно понять, что в Бхагавад-гите мы можем не обнаружить какой-то житейской мудрости. Много. Тем не менее, если поймете смысл Бхагавад-гиты, вы обретете всю мудрость. И житейскую тоже. Здесь высочайшая нравственность. Как Круппат сказал, если вы обрели бхакти, если вы обрели отношения с Кришной, мораль, нравственность, этика, чистота, религиозность, правдивость, все-все достояния автоматически у вас проявятся. Вы будете знать, что нужно делать. Не будете сбиты столько даже в самой сложной ситуации. Вы не совершите ошибок. Даже если вы вынуждены применить насилие, говорится, вы останетесь чистыми. Если вы даже вынуждены, как Арджуна, ему придется сражаться, все равно. Но он остается трансцендентным, чистым. Это трансцендентное знание. Итак, сегодня мы больше и больше обращаемся к Бхагавад-гите по всему миру. Не только в Индии мы видим это. Книга не для индусов, не думайте. Не исключительно, только для индусов и все. Эта книга, это Бхагавад-гита рассказана для всего человечества. Именно поэтому она сейчас распространяется повсеместно. Мне прислали ролик сегодня же в Украине, в самых крупных городах, в самых крупных супермаркетах. Реклама Бхагавад-гиты по всем этим видео, каналам, магазинам. Ну, реклама есть. Видеореклама. Там шлока, перевод и по всем, по всем, по всем, по всем. Видео прислали, сейчас вся Украина читает, подводит на марафон. Евгита Джаянти Алмата распространила больше книг, чем Москва. Я не знаю, точно ли это сведено, мне сегодня сказали об этом. Кто-то уже посчитал. Алмата распространила 800 книг. Где-то 600 или 700 Москва это не распространило. Я не знаю, пока такая статистика. Мы можем пока порадоваться, пока статистика не изменилась. Ну, то есть мы участвуем, активно участвуем и видим, что те люди, которые начинают читать Бхагавадхида, тоже начинают участвовать, распространять. Все сразу понимают, что это нужно распространять. Кто хоть что-то понимает из Бхагавадхида, первое, что он думает, надо распространять Бхагавадхида. Это уже организованное распространение по всему миру. Декабрь это вообще марафон книжный, марафон Шла Пхагавадхида. Книги Пхагавадхида распространяются сейчас по всему миру на 90 языках, по всему миру. Все переводят эту Бхагавадхида. Когда-то ее переписывали от руки. Дай почитать. У меня только один экземпляр, я не могу. Я уже кому-то обещал еще читать, но ты просишь сейчас, я не знаю. Ну дай почитать. Но я быстро прочитаю. Клянусь, за два дня прочитаю. За два дня? Ну ладно, возьми, два дня. Через два дня отдашь. Перечитай. Самопальный экземпляр. 1900. 2008 год. Через два дня, ну ты прочитал? Подожди, ну еще день, дай мне еще день. Мне осталось немножко переписать от руки. Мне осталось чуть-чуть совсем. Дай мне еще один день. Как раз хватит, я ее перепишу. Ну раз так, переписываю. Так, так все начиналось. Какая ценность. И так, здесь в 18 главе ничего нет об исторических событиях. О Куркшетре, о поле битвы. Речь пойдет совсем о другом. Оказывается, не в этом дело. Сколько у нас проблем сейчас в мире? Почитали, нет? Оказывается, не в этом дело. Все дело в 18 главе Бхагавадхи. Реально. Почему датка распространяется? Потому что это лекарство. Это могущественное лекарство. Вы знаете, если мы ничего не будем делать, все будет хорошо. Потому что мы все делаем неправильно. Если правильно все будем делать, то будет еще лучше. А если неправильно, то лучше вообще ничего не делать. Повторять Харикошну мантру нужно есть прасад. Вспомнить, что мы все друзья, оказывается, врагов нет. Вспомнить нужно Бхагавадхи предыдущие главы. И вот когда мы изучим эту науку, и когда наше действие будет означать бездействие, не приносящее никаких дурных результатов, тогда действуйте. Вот еще Бхагавадхи. Действуйте ради очищения собственного сердца и ради того, чтобы распространять чистоту и знания. Водвичу предназначена деятельность человека. Не для того, чтобы сражаться и конкурировать. И выяснять, кто здесь прав, а кто все-таки виноват. Взекали только люди в этом заняты. Кто прав, кто виноват, кто прав, кто виноват, кто прав, кто виноват. Знаете, что в конце жизни выяснится? Что я и был во всем виноват. Да, если у человека ясный разум останется. Если сохранится ясный разум, он сможет это ясно увидеть. Бхагавадхи спросил однажды преданных, кто злейший враг преданных. сам же сказал. Он сам. Мы есть злейшие враги самому себе и других врагов у нас просто не существует. Итак, ради семьи мы сегодня действуем. И Аржуна тоже говорил семья, 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 род человеческий, потомки. Очень беспокоился о своей семье. Если не будет семьи, зачем мы сражаемся если мы сейчас всех уничтожим, то где же счастье семейное? Кришна говорит не в семье дело, а в долге. Не ради себя действуй, не ради своей семьи. Ради меня, Аржуна, действуй. Передо мной долг всех живых существ. Агам, сорвайся права вам, а так сорвайся права вам. Это я источник всех духовных материальных миров. Это нужно знать, нужно быть мудрым. Вот ты куда должен действовать в какую сторону. Сейчас все действуют ради себя, ради своей семьи, ради себя, ради своих, а ради чужих не надо ничего делать. Чужие, свои. Все люди пристрастны стали. Бхага Вадгита говорит совсем о другом. Сахаджам кармакаунтия садашам апинат тяджет сарварам хахи дошина тумина агнир и ваврита. Всякое действие несет в себе изъян подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому у сына Кунтии никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они в себе не несли. Здесь Кришна сравнивает сложности, о которых Аджуна говорит, с дымом. Ты говоришь о том, что погибнут люди на войне. Обычное дело. Это работа кшатрия воина. И кшатрий не скорбит об этом. Если он выступает на стороне дхармы, он даже не думает будет об этом. Кшатрия думает так. Если я побеждаю, я получаю царство и буду управлять по законам Бога этим царством. Если я погибаю, я отправляюсь на высшие планеты. А если убегаю из поля битвы, я не получаю ни того, ни другого. В чем же благо для кшатрия? Сражение за правое дело. И так все доводы аджунадзи сравниваются с дымом. И Кришна говорит, если есть огонь, он необходим огонь. Человек не живет без применения огня. Должен готовить пищу и многие другие вещи. Ягью совершают при помощи огня тоже. Нет цивилизованной жизни без огня. Животные не разжигают огня, только человеку дан огонь. Для определенных целей, чтобы можно было готовить пищу, совершать яги. Но и огонь в материальном мире имеет недостаток, как и все остальное. дым. Иногда в определенный сезон года топливо влажное и дым невыносимый мне с глаза просто выедает глаза. Вы все равно будете готовить. Вы не откажетесь от огня. Это необходимость. Такое сравнение любая деятельность Арджуна имеет недостаток материалов. Это не причина отказываться от деятельности и не разжигать огонь. Необходимо терпеть. Сколько мы слышим жалоб. Каждый может пожаловаться на какое-то беспокойство в этой мире. Каждый человек присутствует. Я тоже могу пожаловаться. Отдельно не сегодня. Отдельно могу написать все жалобы, все претензии к жизни. Кем я недоволен допустим и прочее. Могу поименно написать даже. Ну и что с того? Это что-то меняет жизнь. Хорошо. Мне что-то не нравится здесь. Пойду в другое место. Кто сказал, что там не будет дыма? Там будет такая же ситуация, потому что я ношу с собой все свои качества, недостатки и собственный ум. Куда бы я не пошел? Дым ты идет от меня? Я причина этого дыма. Тот кто огонь разжигает, тот и причина дыма. Вы действуете, вы вместе с этим будете совершать ошибки. счастье. Вы хотите счастья, но будете причине как будто несчастье. Волей неволей это будет происходить. Вы даже об этом не узнаете в этой жизни, в следующей жизни только будете получать реакции, даже не сможете понять, почему. Вроде все делал правильно. Все делал правильно и умер. Правым. Родился опять неправ. Опять беспомощный, опять образование, опять все упустил. Какие-то законы, да, странные, здесь описывается, что это за законы, не странные законы, очень разумные законы Всевышнего. Человеку нужно понять, что есть истина, а что является иллюзией. Дым это иллюзия, огонь здесь сравнивается с чем-то настоящим строящим. В материальном мире вода и огонь не сочетаются. Если попадает какая-то вода, какая-то сырость, топливо, начинает сильно дымить. Это просто признак того, что мы находимся в материальном мире, больше ничего. Огонь все равно самочистой стихии остается. Самая чистая, очищающаяся вокруг. Итак, сколько бы изъянов они в себе не несли, обязанности нужно выполнять. Все молчат, ясно, что не все хотят выполнить свои обязанности, что надоело уже, да. Конечно, я хочу выполнять свои обязанности, но не с этими же людьми. С детьми нормальных людей. Мы нашли нормальных людей. Так вот посмотришь, все нормальные вроде бы. А дым идет все равно. Все очень хорошие отдельно друг от друга. Вместе, когда мы соприкасаемся, да, разные природы, разные варны, разные психика, кто-то очень обидчивый, кто-то очень тонко устроенный, кто-то толстокожий, вообще не замечает, что наступил кому-то, на голову стоит, спокойно и работает. Другого фобии, он всего боится на свете. Кто-то влюбляется на каждом шагу, не знает, как жить дальше. Мы живем в сумасшедшем доме с вами. Нам нужно изучать серьезно Бхагавад-гиту, очень серьезно, не просто читать у поверхностных. Мы должны стать сильными людьми, духовно сильными людьми. Сегодня мы отмечаем гиды джаянти, хотя этот праздник прошел уже, но сегодня мы собрались. В этот день нужно всем пообещать себе больше не жаловаться на жизнь именно кого, а изучать Бхагавад-гиту, если у вас трудности. Изучать нужно Бхагавад-гиту. А если жаловаться, нужно идти жаловаться к тому, кто знает Бхагавад-гиту. И послушай, что он скажет на этот счет. Все действия обусловленного живого существа осквернены влиянием гун материальной природы все действия. Браманам приходится совершать жертвоприношения, связанные с умиршлением животных. Подобно этому к шатре, каким бы благочестивым он ни был, вынужден сражаться с врагами. Это неизбежно. Аналогично коммерсант, даже самый порядочный, иногда должен скрывать свои доходы, чтобы не разориться, или проводить операции на черном рынке. приходится честность сказать. Не вслух, просто честно для себя сказать. Приходится мошенничать. Не просто кому-то, всем приходится мошенничать. Прабхат это сказал, что все негодяи и мошенники. Все, кто приходят сознанием Кришны, начинают с этого. С этого уровня. Не с чистого, не со святого уровня, а с уровня негодяйства и мошенничества. Когда мы жалуемся на кого-то, мы негодяи и мошенники. Когда мы причиняем какой-то беспокойства, мы тоже негодяи и мошенники. Только одни справедливые мошенники и негодяи, другие несправедливые мошенники и негодяи. Среда одна и та же. Однажды один преданец взял кассу про упады и ушел, убежал. Который близко служил, что-то случилось, взял всю кассу и ушел. Очень интересный про упады. Почему это произошло? Мы же практикующие, все такое, серьезные, ответственные, все было хорошо. Почему? Потому что приходят мошенники и гибают. но искренне конечно. Видите, как все смешно векали. Одновременно мы преданы и одновременно у нас столько недостатков. Что нам делать, скажите? Читать Багалаги серьезно. Это момент очень важный. Серьезно изучать эту муку. Нужно понять, что эта книга это настольная книга должна быть. это руководство в жизни. Это не просто демонстрировать знания, шлоки, давать лекции, жить по этой книге. Это реально. Это реальная наука. Итак, все, что мы называем хорошим и плохим, все, что нас беспокоит в этом мире, в сознании Кришны растворяются эти понятия. Эти понятия больше у нас не существуют. как реальные. Не затрагивают нас. Ни хорошее, ни плохое. Мы их так называем. Зачем вы называете что-то плохим, что-то хорошее? Мы так чувствуем, может быть, да, но то и другое необходимо. Есть тюрьма. Кто скажет плохая вещь? Нет, скажет другую. Хорошая вещь. для кого-то плохая, для кого-то необходимая. Тоже нужна. Так какая она же, хорошая или плохая? Нехорошая, неплохая. Это необходимость материальной мере. Также в нашей жизни чередуются плохие и хорошие вещи. Это не плохие, не хорошие. Это то, что необходимо нам прожить и понять. Не надо обозначать, это плохое, давайте выбросим. Не сможем выбросить, не сможем выбросить. Это всегда будет и место быть, пока мы живы. И так, что все хорошие вещи будут моими, вот я хочу хорошую жизнь сделать. Нет, так не получится, будет все смешанно, матрас, баршавство, памятник, я, как зима и лето, все будет смешиваться, чередоваться, ничего, ты не сможешь выбрать из того и другого. Ты будешь просто принимать то одно, то другое, то одно, то другое, как зима и лето, будет чередование, счастье, несчастье, счастье, зачем, зачем? Ты называешь это счастьем и несчастьем, потому что у тебя есть органы восприятия, оно разумом твой должен понять другую вещь. Ты говоришь зима, потому что холодно чувствам, а когда жарко, ты говоришь лето, чувства называют это, а разум он видит, время идет, он видит еще другие вещи, кроме этой жары и холода, и жажда, и голод, приятное, неприятное, это все чувства говорят нам и обманывают нас, а на самом деле воля Всевышнего проявляется через все эти двойственные вещи, и то, и другое связано с волей Всевышнего. И все живые существа принадлежат Кришне, а не нам, тут нет друзей-врагов, это не моя собственность, в которой я ярлык навешаю, этикетки и по полкам разложу, так ученые хотят устроить этот мир, разложить по полкам с бирками, чтобы потом пользоваться, когда нужно, тем или другим, нет, ты должен сражаться в полную силу, работать в полную силу, не думая о плодах своей деятельности, потому что все принадлежат Кришне. Все, что мы делаем, не наша собственность, мы это должны делать для очищения смысла в другом, не в накопительстве, а в очищении сердца. Это называется бездействие, действуй в бездействии, это богат это высшее искусство деятельности. И даже если ты столкнешься с трудностями, недостатками своей деятельности, да, абраманы совершают жертвоприношения, кшатли должны сражаться и убивать, ваща должен торговать, иногда на черном рынке операции какие-то проводить, есть недостатки, есть недостатки, есть какой-то криминал в каждой деятельности, но ты не должен останавливаться, ты должен выполнять свой долг. Иногда мы работаем на плохого хозяина, и у нас нет выхода. Как делать под руководством не очень хорошие вещи? Человек может попасть в ту ситуацию. Какие-то женщины могут продавать свое тело, потому что у них нет выхода, они не находят выхода, как жить дальше. И Кришна говорит, все они могут достичь совершенства этих людей. Актуальная вещь для океана порока века Калии. Все, кто ко мне обращаются, он говорит, достигнут совершенства. Самые грешные из всех грешников, они полностью очищаются. Если обращаются, говорит, ко мне. Почему? А он говорит, оставь все это, предайся мне. Я лично тебя буду защищать. Все это, говорится, Бхага, говорите. Что-то данное праупада, это все говорится Бхага, говорите. Предайтесь Кришне, повторяйте имя Кришне, служите Кришне, где бы ты ни был, кем бы ты ни был, что бы ты ни делал, неважно, просто служи Кришне, говори о Кришне, думай о Кришне, ты достигаешь совершенства этой жизни. Факт. Уже ни одно поколение это практикует, смотрите, в Западном мире. Уже есть опыт у нас, что все это, факты, что написано, поговорите. Я спросил наших гостей из Индии, с какого возраста вы узнали о реинкарнации? Вы же в Индии родились. Кто-то с детства сразу смотрит, кто-то позже. Для них это обычное дело. Они даже вопросов на счет не задают. Об этом вообще даже не говорят. Как-то это просто знают. Реинкарнация, карма, тоже много об этом не говорят. Просто уже знают, что делать, что не делать, как. Все, они рождены в таких условиях. Мы начнем видеть карму, реинкарнацию, закон этого мира, только когда начнем повторять имена Кришны. По-другому, кажется, этого не существует просто. Вообще, мы не можем даже увидеть этот разрез скрытых законов природы от нас. Скрытых. Нам не открывали это ни в детстве, ни в школе, ни в институтах. У нас другое рождение, у нас другие гены, у нас гены мисоедов, так говорят. Гены уже разведенных предков мы несем. Так еще говорят, оправдывают. Или алкогольные гены, никотинные гены, там не знаю, какие еще. Еще есть гены денег. Это у всех есть. Это гены, где все рождаются с этими генами. Так мы думаем, что это повторить. Именно о Кришне вы очень быстро выйдете за эти гены и посмотрите. Боже мой. Это временная вещь. Это не религия, о чем я говорил, гены. Это не законы Бога, это законы моих собственных поступков, складывается моя жизнь. Это не религия, которая создала мою жизнь. А я сам из дыма создал себе фантазии. Иллюзию создал себе, которая мне раздражает глаза и чувства, потому что недосягаема. Я раздражаюсь, я уже нервничаю. Одно и то же, одно и то же, а счастья нет. Еще попытка, еще попытка, счастья нет. Начинаю раздражаться. Начинаю жаловаться на кого-то. По морейшим поводу начинаю жалобы писать. Повторяйте имя Кришны пропускать, читайте его Аглодитово. У вас уйдет это раздражение. Если вы серьезно, если мы не соблюдаем достаточно серьезные регулирующие принципы, невнимательную мантру повторяем, или недостаточное количество мантры повторяем, у нас будет столько беспокойств. Уже прямо в сознании Кришны. Если на самом деле мы хотим превзойти какую-то проблему в себе, нужно очень серьезно читать Святое Имя повторяйте, читать Бхагаву. Серьезно читать. Иногда преданное вообще не читать, потому что серьезно. Когда мы слушаем Бхагавадгиту, думаем, так, скоро кончится, будет просада. Просады не будет сегодня. Сегодня я гита джаянти, будет только Бхагавадгита. Это будет и еда, и питье, и все остальное. И сон, и все это, все заменит. Мы же сутки празднуем ровно, так я понимаю? Или пока не прочитаем всю Бхагавадгиту, да? Кто ведущие программы должны? Вы не предупредили всех, что двери закроются здесь и сутки безвылазно? Даже в туалет выйти нельзя будет никак. Только Харе Кришну, только Бхагавадгиту. Они не понимают, что я шучу, поэтому радуются. Если бы я это серьезно сказал бы. Просады имеются в виду милость Господа. Просаду мы всегда понимаем только пищу, предложенную, освященную. Но просад, это значит милость Господа. Поэтому, если мы серьезно читаем Бхагавадгиту, просад будет постоянно. Не только в форме пищи. Просто вы будете дышать этим просадом. Мыслить просадом можете. Если так вот серьезно отнестись к посланию Кришни. Все это необходимо, и избежать этого полностью невозможно. Шудра, который служит плохому хозяину, вынужден выполнять его приказы. И иногда делает то, что делать не следует. Ну, несмотря на все изъяны, человек должен продолжать выполнять предписанные ему обязанности, ибо они соответствуют его природе. Видите, как важно занимать свою природу. У нас недавно была встреча с молодежью, подрастающее поколение интересное. У них есть какие-то планы на жизнь, энтузиазм, надежды. Надежды есть на жизнь у каждого. Юноши, девушки есть надежды. Что жизнь у него сложится должным образом. И что же основной вопрос, каков сегодня молодежи, какова моя природа, я не знаю. А людям уже нужно выходить в жизнь, вот-вот, представьте себе. Это молодежь. Потом люди в 40 лет, 50 лет спрашивают то же самое. Какова же моя природа? Вот в каком мире мы сегодня живем. Человек не знает себя. Ни своей материальной природы, ни своей тонкой природы, ни своей духовной природы, не знает себя. При этом активно что-то делает там для добывания денег. Сколько ошибок? Боже мой, сколько роковых ошибок? Сколько будет раздражений, сколько будет разочарования у человека, сколько будет отупления от жизни. Этот опыт, что это? Есть, зачем вы пришли, чтобы приобрести вот такой опыт боли? Потом кается во всех своих поступках в своей жизни, потому что просто не видал, что творил, оказывается. Здесь Кришна делает очень хорошее сравнение. Хотя огонь сам по себе чист, и он покрыт клубами дыма, однако дым не оскверняет огонь. Даже покрытый дымом огонь остается самым чистым из всех материальных элементов. Кшатри, оказывающий, отказывающийся выполнить своего долга, не может быть уверен в том, что, приняв на себя обязанности Брамана, он будет полностью избавлен от малоприятных занятий. Да, не нужно думать, что другое занятие будет более приятное там. В каждом занятие есть дым. В каждом. В любой деятельности есть недостаток. Отсюда следует, что в материальном мире нет существа абсолютно свободного от материальной скверны. В этом смысле пример с огнем и дымом весьма показателен. Когда зимой мы вынимаем из огня раскаленный камень, дым есть нам глаза и нос, но это вовсе не значит, что нужно прекратить пользоваться огнем. Точно так же мы не должны отказываться от выполнения своих обязанностей только потому, что это не всегда приятно. Напротив, исполнившись решимости, мы должны продолжать служить Верховному Господу, выполняя свои обязанности в сознании кришны. Но кто-то скажет, хорошо, я буду терпеть, буду выполнять свои обязанности, а что это даст? Нет, тут ли у меня какой-то нервный срыв потом, терпеть, 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 терпеть. Вот этот раздражитель прямо передо мной день за днем, с которым я должен сотрудничать и терпеть его. Пропада понимал, что западные люди не смогут так преодолевать эту удовольственность. В Индии могут, в Индии могут, в Индии по сей день, насколько я помню, в Индии храмы Искон, руководство авторитарно работает, так принято. Старший сказал, не делай. Другого нет. В западном мире это труднее. Тут нужна какая-то коллегиальность, обсуждение, командное образование, вот делаем, работаем. А там удивляются, что так много вы обсуждаете, вы же говорите, 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 перестраиваете, меняете, переставляете управление постоянно. Но век калии даже Мадавачаре сделал ротарную систему по этой причине. Ну слишком много недостатков, слишком много дыма уже. Бывает такое, что невозможно согласиться с этим, то есть для здоровья уже опасно. Тогда мы делаем коллегиальное управление. Сейчас нет монархов таких. Но в Индии по сей день они еще могут, там достаточно, может быть, это и добродетели, что они могут быть под руководством одного действуют, храм действует. Одна женщина пришла к духовному челюбе, сказала, Гурмагарадж, у меня проблемы. Он мне постоянно сказал, ты же замужем, какие проблемы? Уходи отсюда. У тебя нет проблем, ты замужем, муж решает твои проблемы. Что ты ко мне пришла? Гурмагарадж, а муж не решает моих проблем? Как не решает? Муж? Муж решает все проблемы. В Индии так. А здесь не так? А кто решает проблемы жены? Она идет гуру с материальными проблемами. Гурмагарадж, я хочу ребенка, а муж не хочет ребенка. Что делать? Гурмагарадж, если стоят бхагавадгиту так, что же тут процитировать-то, боже мой? Какую шлоку найти? Или дописать какую-то шлоку здесь, не хватает каких-то шлок. Дхарма решает все. А Дхарма означает, что муж решает. Единственное просто к мужу. А он говорит, а я не хочу. Ты муж или кто? Если ты муж, то он должен чувствовать свою жену, а жена должна понимать мужа. Это Дхарма ваша. Вы должны найти решение. Вы для этого вместе, чтобы решение находить, что перед Богом. А вы каждый для себя что-то решаете. А где же ваши отношения муж и жена? Где семья? Где Дхарма? Труппада, когда приехал на запад, он решил давать инициацию мужчинам, и все. А мужья женам будут проповедовать. Ну что, в западном мире это не так. Там женам проповедуют, наоборот. Когда они друг другу проповедуют, они еще дерутся иногда. Вообще, драться нормально для них. Даже во Вариндаве они дерутся, когда у них разные философские мысли возникают. Не совпадающая философия, чуть-чуть там тоже можно подраться. Гуру сказал так, нет, гуру сказал не так, ба-бах, ба-бах, ба-бах. Есть такая притча, как ученики делают массаж духовному учителю. Один с этой стороны, другой с этой стороны. Кто-то руки, кто-то ноги, и делают массаж. Он смотрит, как делают другие, говорит, нет, ты не так делаешь массаж. Не так нужно делать массаж, а вот так. Я так не делаю массаж. Я так делаю массаж. Но ты только что вот так делай массаж. Прямо на телегуру они говорят, что там происходит? Гуру макраджи, мы при этом служением занимаемся. Ну ладно, я тебе испорчу. Следующий массаж. хрест ногу сломал духу. Вот тебе, теперь разбирайся сколько хочешь. Что вы меня калечите? Я занимаюсь приятным служением. Гуру как инвалид потом ходит и не знает, что делать. Все было хорошо. Стал гуру, столько проблем. Ученики говорят, гуру макраджи, раньше было все ясно. Пришли приятное служение, ничего непонятно что делать. Читайте бхагавриды, почему не читаете? Все же написано. А, у вас веры нет в это. Вы все еще верите в деньги? Все еще верите в хорошего начальника? Нету начальника хорошего. Калию будет. В том смысле, что предаться вы никому не сможете поме Кришну. Никому нет таких людей. Ни муж, ни жена, ни отец, ни мать. Вы не сможете предаться полностью. У вас будут проблемы во всех этих направлениях. Поэтому все хотят не зыбой не от отца, не от матери, в конце концов, не от мужа, не от жены. Сам, сам как-то проживу. Не проживете вы без Кришны. И с собой вы счастливы тоже не будете. Все осквернено, говорится. нужно изучить, что такое дхарма, моя дхарма. Каждому. Если каждый этим займется, Кришна все устроит. если кто-то один культивирует дхарму, тоже хорошо, трудно одному, я понимаю, трудно одному, это тоже хорошо. Если вы кто-то один усвоите дхарму, что такое преданное служение, вы можете обучить потом тысячи людей. Тысячи людей вас будут слушать. Вы обретете способность трансформировать материю в дух. Вы сможете проповедовать сознание Кришны. А как мы свою дхарму познаем? А нужно это делать. Нужно просто делать, сражаясь, действуй, действуй. И развивай свои качества. Тебе придется много вытерпеть. Думай, что воин сражается и так романтично. Да? Оружие ранит его. Вражеские стрелы ранят его. Ему приходится гневаться, когда он отсекает чью-то голову. приходится это делать. Это романтика. Арджуне пришло все это делать. И не только Арджуне, многие другие воины. По сей день кому-то приходится умирать ради исполнение долгой. О чем же говорит Бхага Вадгитва? Для меня действует Арджуна. Ты не почувствуешь боли. Ты не почувствуешь страдания. Ты станешь причиной освобождения этих людей. Это совершенство деятельности. Когда человек выполняет свои обязанности для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа, его деятельность освобождается от изъянов. Когда соединенные с преданным служением результаты нашего труда очищаются, мы обретаем способность увидеть свое духовное я, то есть достигаем само сознание. Берем Бхага Вадгитву, читаем, не распространяем. Напоминает сражение. Сражение. общаемся с теми, кто не понимает нас. Люди могут вообще не знать, что вы предлагаете им на улице или в офисе или гостям или друзьям Бхага Вадгита. Они смотрят на вас с вопросом что за книга. Не на книгу, книгу не видели первый раз ничего не могу сказать по виду. Смотрят на вас, что вы предлагаете. На ваше умонастроение смотрят. С чем вы пришли, с каким чувством вы это делаете. Вот что они будут видеть. это сражение в благости. Сражение добра и зла, говорится. Вы выходите на улицу со страданием и в сознании добродетелей, что вы несете драгоценности, духовные знания людям. Смотрят на вас, они могут чувствовать это. Могут откликаться на ваше настроение. Вы боитесь людей, они боятся вас тоже. Как вы к ним, так и они будут чувствовать вас. Хороший метод познать себя. Ну, один из самых лучших сегодня методов самоосознания. Это распространять Бхагава Гиду. Всем и каждому. И особенно сокровенно, когда мы читаем Бхагавадгиту в обществе байшнава. Это самая сокровенная деятельность говорится. Здесь приходится раскрывать самые тайные уголки нашего сердца. Иначе мы не можем донести знания, если мы не раскроем хоть чуть-чуть свое сердце. И когда это на уровне сердца откликается, мы чувствуем присутствие Кришны. Вайшнавы очень чувствительны в Бхагавадгите. Штава спевает святые имена, всегда отрегулирующие принципы. У них есть такие чувства. Есть тонкие чувства, тонкий интеллект. Каждый предатель хорошо знает, что Бхагавадгита это тайна-тайна. Это величайшая наука. Может быть, просто у нас не хватает иногда усидчивости или самоорганизованности, самодисциплины, чтобы читать, регулярно изучать. Но мы стараемся, проводим какие-то курсы, организовываем, помогаем друг другу. по сути, марафон никогда не заканчивается правопадом. Люди ждут Новый год, как всегда. Новое счастье. Надеются, что все будет хорошо. Верно? До пандемии надеются, что все будет хорошо. И сейчас надеются, что все будет хорошо. И раньше люди надеялись, что все будет хорошо. И в будущем будут надеяться, что все хорошо. Чтобы надежды исполнились, нужны знания. Это же хорошо, если наши надежды исполнятся. Так и должно быть. Должны быть счастливы. Только не ждите счастья от кого-то в этом мире никогда. Не ждите такого счастья. может быть будет что-то временное. Может показаться очень серьезно, что счастлив. Немножко может быть, никто не отрицает. Но все равно не ждите. получайте изнутри сердца. Обратитесь к Кришне, пожалуйста. Как? Читайте Бхага в Гитру. Так лучше всего обращайтесь к Кришне. Главу за главой, главу за главой. Все увидите, все услышите, все узнаете. Из сердца Кришна подскажет, что делать, что не делать. Видите, он говорит, из сердца, изнутри сердца, при этом я говорю, что делать, что не делать. Я не позволяю предному оставаться в невежестве, он не остается в невежестве, он будет знанием. Рассеиваю невежество внутри сердца преданного, не позволяю им оставаться в невежестве, не хочу, чтобы предан был в невежестве. Я его одариваю всеми лучшими качествами. Я сам забочусь о нем лично, и даже если он ошибается, я исправлю его ошибки. И я убеждаю, чтобы ничего не боялся на этом пути. Личность Бога, вот чем ответ, вот чем секрет Бога Личность Бога для каждого из нас, для каждого живого существа, одна личность Бога, Бог один. Он лучший друг всех живых существ, самый лучший, самый близкий друг, никогда не оставляет ни одно живое существо. Даже когда живой существует, забывает его, отказывается, хочет забыть, он никогда не оставляет его. И сам тьмы невежества нас вытаскивает, стоит нам только обратиться к нему. И сам тьмы, где мы только сами не рождались, кем только себя не считали, какие методы мы только не пробовали, и благочестивые, неблагочестивые, все что угодно, до ада скатывались, и в рай может быть кто-то поднимался. Сколько было всего. В какой-то момент Кришна говорит, я устраню все это невежество, всю эту боль иллюзии, боль ложных надежд, я устраню, ты увидишь меня, и все, на этом кончится. Кончится это кошмар, рождение и смертьей, бесконечно. Итак, марафон уже вторая половина месяца у нас, сегодня 19, а так, но уже последняя декада марафона. Кто не распространил ни одной книги за это время поднимите, вы видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, остальные распространяли книги, смотрите? Десять, есть десяток все-таки? Нет, мы не ругаем никого. Новенькая? Новенькая, очень много книги распространяют, особенно, когда они не в сознании Кришны, они ведут себя по-человечески хотя бы, что предназначено, агрессивно распространяют книги. У них пробуждается вера, сильно они начинают силовыми методами. Кришна говорит, я за счет ошибок. Хорошо, какие будут вопросы в Бхага? Водите. Спасибо. большое. Спасибо большое за глобу твою. Катху, Гришна, Катху. Бангет. Бангет. Я вот хотел спросить о том, правильно ли я понял такую вещь, когда вы рассказывали о дыме я понял, я понял, что как будто похоже на дым, с которым причиня это не так. И сказать, ну, как-то есть такой момент, что каждый день есть дым, есть дым, и в моем сознании в каждой деятельности есть какие-то взрывы воздействия, например, уволен, есть период, в котором он сражается, царство, еще чем-то, но в какой-то момент нужно воевать, то есть это дым, он должен воевать, а потом еще последствия пожимать. И вот когда Кришна говорит, что вот эта путь очень опасен, что мы меняем деятельность, то мы как бы исполняем свой, свой задумок, что то получается, что мы можем то есть суть моего церкви доверения, скажем так, заключается в том, что чем опасен вот эта путь неоследовала, что получается может так попасть, что я все время попадаю на дым, как бы я вот не терпел бы на второй свойственной одной деятельности, потом поменял опять дым, и все время я как бы обладаю этот дым, но потом начинаю задыхаться, ну грубо говоря. вопрос проявления, я понимаю, что опасно, ну как бы может один из опасностей не понимает своих действий, свой суверен в том, что он может просто туда бегать, бегать, если мне как-то и тяжело, потом убедиться. это другой пример, это другой пример, скорее всего в этом примере, как я понимаю, огня нет проявленного на том настоящем, может быть есть какой-то элемент тления, какое-то присутствие огня незначительное в основном дым, да, вот когда мы разжигаем огонь, только-только огня еще мало, но дым уже большой, скорее всего мало огня просто в этом примере, потому что когда есть настоящий огонь, мы не отходим от огня, потому что мы готовим на огне, на этой дхарме мы развиваемся, мы чувствуем, что процесс, мы видим, что процесс работает, поэтому мы можем терпеть дым, когда же мы на тление ставим котел, мы не приготовим ничего, и только один дым, тогда вот этот пример подходит, о котором ты говоришь, скорее всего мы бросим это, поэтому нужно разжечь огонь, смотрите, для того, чтобы разжечь огонь, нужны хорошие дрова, не сырые, то есть нужна квалификация, тамос это сырые дрова, то есть плохо говорят, или почти не говорят, мокрые дрова, влажные дрова горят, но с большим дымом неэффективно тоже, огонь не очень жар здесь означает, что дрова сухие, что мы обладаем квалификацией знаний, чтобы огонь горел в полную силу, тогда дым не так способен беспокоить нас, на самом деле, вот взять, если человек успешен, развивается, он видит, он терпит, его тоже критикуют, тоже всякие вещи бывают в его жизни, но ему уже легче терпеть, потому что у него есть сила огня, если же у него нет этой силы огня, и только один дым, я буду разочарован, я ничего не могу приготовить, в этом примере, скорее всего, огонь недостаточно проявлен, мы беремся за дело, скажем, нам говорят, делай вот это, давай ты будешь казначеем, ты будешь комендантом храма, ты будешь президентом, но люди могут не иметь такой квалификации, они берутся из-за энтузиазма, из-за желания служить, и как преданное служение, конечно, принимает даже если оно несовершенно, но с этой точки зрения, где нет квалификации, будет много очень ошибок, больше, чем пользы даже, поэтому пропад говорит, кипятите молоко, не просто работайте, а совершенствуйте свою работу, не просто читайте Бхагавадгиту и проповедуйте, а совершенствуйте свои знания при этом, тогда постепенно вы обретете исполнение желаний, и дым уже не проблемы. Так. Хорошо. Спасибо. Можно назвать основную причину витаминской по причине не исполнения равного понятия славы, цена нормального и мухаммадзи. второй вопрос это как понять, что ты ее выполняешь, наилучшим образом, или как чтобы ее правильно выполнить, потому что может быть уважение, когда идет сигнал, что ты плохо это делаешь, а на самом деле ты выполнишь все, что мог, как люди говорят, что перед Богом я чистый, людям не нравится, что я делаю, но я сделал все возможное, перед Богом я чистый, но дхарма его держит внутри, но все равно у нее есть уверенность в том, что он поступил, сделал все возможное, внутри дхарма поддерживать его, если человек на самом деле дхарму выполняет, он будет ходить радостным, сбалансированным, уровневешенно сбалансированным человека, если он ходит угрюмый, значит он плохо исполняет свои обязанности, либо их не полоняет вообще, если у него негативный ум, скажем, ну грюмый, ясно, что дхарма нет, недостаточной силы дхарма, огонь не может сжечь эти шлаки, по сути дела угрюмость, обидчивость приравнивается к греховному, греховной деятельности, это признак того, что человек не действует в дхарме, поэтому нужно выполнять свои обязанности, стараться совершенствоваться в них, и есть радость этого совершенствования, так же, как если мы 16 кругов мантры повторяем, возможно мы это делаем не очень качественно, но мы улучшаем свои качества, мы всегда будем радостны, и начинающие преданные совершенные преданные будут счастливы, если на самом деле мы совершенствуем то, что мы делаем, вот она дхарма, отказ, отказ, причина отказ, больше никакой причины, отказ, дхарма, а джунна хотела же отказаться, в этой причине, от хармы, а карма, это как духовная деятельность, либо это отказ от деятельности, как отказ от деятельности, она привлекается к вихарме, греховной деятельности, но если рассмотреть а карма, как духовная деятельность, она трансцендентна, отказ от плодов деятельности, говорится, вот что такое а карма, а не от деятельности, если мы действуем ради плодов, то мы будем иногда счастливы, иногда несчастливы, всегда будет чередоваться вот эта вещь, от плодов будет зависеть наше состояние ума, если мы получаем плоды, мы радуемся, если не получаем, мы страдаем, из привязанности к плодам труда мы живем в двойственности, но тхарма заключается, что мы ради долго это делаем, а не ради плодов труда, и тогда вы уравновешены становитесь, всегда вы находитесь в равновесии, в сознании Кришны, то есть, когда вы следуете путем тхармы, вы начинаете сознавать Бога, сознавая Бога, чем больше, тем лучше выполняйте свои обязанности, тем больше вы работаете над собой, сначала это трудно, когда он не под контролем, когда есть привязанность из дурных качеств, еще трудно, трудно избавляться от этих качеств, трудно признавать свои дурные качества, сначала это трудно, тяжкий труд, но позже, постепенно, когда человек уже овладевает чувствами и умом, для него это удача, это счастье работать, познавать себя, это приносит ему радость, если больной человек, он как познает себя, там болит, там болит, там инфекция, тут что еще, радости не принесет это все, по мере выздоровления он начинает понимать, что как здоровый человек у меня столько возможностей, он с большим энтузиазмом принимает лекарства, даряет врачам, то есть работает, трудится, если поражены адхармой, иногда мы вообще не знаем, не хотим ничего делать, все плохо, адхармой, дхарма, дхарма, на чем, что такое вообще дхарма, у нее же есть причина, тоже основа, любую деятельность можно назвать дхармой, а можно назвать адхармой, если разобраться, в чем причина дхарма еще, и в Бхагаватам говорится, четыре должны быть основы дхармы, иначе это не дхарма, вы работаете, это дхарма, не обязательно, вы зарабатываете деньги, это дхарма, не обязательно, это может быть что-то близкое, тоже относится к нашим обязанностям, но настоящая дхарма, она держится на милосердии, чистоте, аскетизме, правдивости, милосердие должно быть, сострадание должно быть, причина деятельности должна быть, бык дхармы на одной ноге сегодня, так, немножко правдивости, скажите, на одной ноге он может передвигаться, он не может передвигаться, он существует, можно видеть, что вот религия, а где прогресс, чтобы прогресс, движение нужно, четыре ноги, или хотя бы три ноги, чтобы как-то уже ковылять, а сейчас кто-то ожидает вообще прогресса от религии, потому что дхарма поражена, очень сильно поражена, она существует, но двигаться не может, обездвижена, кали-юга, и все потому, что мессередине, интоксикации, незаконный секс, азартные игры, в различных, тонких, грубых формах, если мы не разовьем это милосердие, если мы не разовьем это сострадание, к людям, которые идут в ад, а где дхарма, только на одной ноге, мы скажем только правду людям, а где лекарство, а сможем мы дать им святое, если у нас нет милосердия, нет сострадания, мы правду скажем, что правда кали-юга, правда в том, что мы катимся в ад, правда в том, что океан порока, да, а где милосердие, где лекарство, где прощение, где эта милость Бога, как мы дадим это все, если у нас нет этого всего, если мы думаем только сами, как сами выжить в этом мире, попытайтесь понять Бхагавадгиту, вы ничем не рискуете, вы ничем не рискуете, если поймете Бхагавадгиту, мы рождены в жестоком мире, мы унаследовали эту жестокость, равнодушие, во многом учении, а здесь другое, Бхагавадгиту, в другое настроение, для всех живых существ, вот в чем смысл цивилизации, дать людям духовное знание, дать им сознание Кришны, дать им Бога в сердце, если им предается Кришне, Кришна дает полномочия, любому человеку, кто предается Кришне, дает полномочия, но у меня много дел, у меня много дел, я потом предамся Кришне, сначала заработаю деньги, обустроюсь в этом мире, не так ли, а потом, когда обустроюсь, я предамся Кришне, подумал так человек, сказал всем об этом, а потом умер, такова христианская притча, вот мы и ждем, просто когда все кончится, а преданное служение, оно не имеет ни начала, ни конца, еще есть вопросы, еще есть вопросы, и, потом, я понимаю, о том, что Кришна понимается, когда вебинае, вещество кружочетчика, и вебинах, открывается, вещество кружочетчика, вещество, когда вебинах, вебинах, что он, как раз, он, 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 Говоря другим языком, когда преданные собираются вместе, воспевают цветы и имена, читают Бхагавадхиду, они обретают сознание Кришны. Так можно сказать. Это из потаёна в руки нашего сердца. Сознание Кришны. А ты что думала? Так, так, и что подумала? Что за потаёна в руки? Про кого это? Ну про себя что-то говоришь? Нет? Про Кришну. То есть потаёна в руки сердца. Вот тут преданные могут ошибаться. Я думаю, что сокровенные разговоры, когда я про себя что-то говорю, то, что никому никогда не говорил, я не совершаю такую ошибку. А его не понимаю, допустим, кому-то это не нравится. И так уже было в нашей жизни. Мы уже кому-то раскрывали своё сердце. Не с той стороны, где нужно, так? И туда уже плевали не раз. И мы закрывались, и закрывались, и закрывались. О Кришне думаете, о Кришне говорите. Кришна вас защитит от этих плевков. Вы будете присутствовать просто как тот человек, который говорит о Кришне, даёт Кришну. Вот в какой роли вы присутствуете. Не как главное лицо, а как слуга. Вот она, наша истинная позиция. И это очень хорошо. Не надо просто опять Киртон, потом есть Прасад, а потом делиться, сколько раз были замужем, сколько раз были женаты. И кто на кого смотрит, и кто кому нравится, кто кому не нравится. Не об этом речь идёт. Какие ещё секреты в этом мире сокровенные, скажите? Есть ещё темы какие-то? Он, она, и всё. Он, она. Не об этом речь идёт. Кто я? Да, это уже лучше. Ну, уже видно, кто я. Кто я такой? Пока никто ещё. Пока собираюсь с кем-то быть только. Хотя мне уже 95 лет с половиной. Я ещё собираюсь с кем-то быть, да? Так наша жизнь проходит? Громов, спасибо за лекарство. Закричите, пожалуйста, вот, мы сейчас говорили по поводу несоведения, да? Почему это в Урале и в некоторых шурах указывается о том, что разрешено мусульману писать мясо скота? Он, в частности, в Сури 16-й, я 5-й. Он сотворил скот, который приносит вам теплой воду. Вы также употребляете оборудовую пищу. И дальше шурах пишет, вы можете есть мясо, пусть наработать от скота. Значит, можете. Если хотите. Но мы не хотим. А? Ну, эти знания же Богом были данными. Для кого? Ну, для кого? Для кого даны эти знания? Для кого? Для каких людей? Болитвы разные. Сейчас это те же самые вопросы. Для каких людей? Да. Которые живы в то время? Правильно. Как они классифицируются, эти люди? Мясоеды кто такие? Вот для них и дано было это знание. Для них, для мясоедов. Не означает, что ты обязан есть мясо. Это не запрещается не есть мясо в Коране? Как? Есть такой запрет, что, или строгое наставление запрет, что должны есть мясо? Нет? Нет? Такое. В Ведах есть такие разделы тоже, где говорится, как есть мясо для тех людей, которые не могут без мяса жить. не способны казаться. Тоже есть такие рекомендации. Но если вы встали на путь башнавской культуры, это запрещается полностью. И о чудо, вы не умираете. И даже не сожалеете, оказывается. И даже не вспоминаете об этом. Это и не нужно было, оказывается. тоже касаясь интоксикации, то же самое. Кто-то же не может без этого. Но тоже какие-то ограничения вводятся для таких людей, ограничения вводятся. Запрет не сработает. Тогда ограничения. Но если опять же в вайшнавской культуре, о чудо, вы можете без этого жить, даже не вспоминали об этом. Чудеса. Религия всегда дается людям конкретной какой-то аудитории. Вот мы тоже конкретная аудитория. Что мы должны получить? Что для нас сейчас важно? Что для нас сейчас ценно? Это регулирующие принципы и дух санкиртаны. Если мы этому последуем будем продвигаться, вот это в нашем случае. Нам не дается сейчас медитационная йога, или жертвоприношение великие, или храмовое поклонение, не дается. Все это ушло в прошлом. Не актуально сегодня, не сработает. Нам не говорится измени свой характер или что-то еще в этом духе. Нет, нет, просто вот тебе святое имя и дух санкиртаны. Все остальное ты приобретешь. В нашли аккаре дается святое имя, и вот это ключ ко всему успеху остального. Другие эпохи давались другие пути. партия когда говоришь что? А? Я знаю, что я хочу сказать. Мы хотим сейчас прерваться и начать тихо. Хорошо. Закончить тихо.